Чупа-чупс невероятно крутые конфеты, и это не реклама. Просто логотип этим конфетам рисовал сам Сальвадор Дали. С вами профессор Гуглов, и прежде чем мы начнем, я хочу вас прямо сейчас попросить перейти по ссылке в описании. Это ссылка на мой второй канал, который называется Ренат Гуглов. Подпишись, нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео на этом канале. А вот сейчас мы точно начинаем. Поехали! А в прошлом видео самым внимательным был вот этот подписчик. Именно он самым первым нашел три лампочки в прошлом видео. Поздравляю тебя! Ох, я помню, как я в детстве хотел научиться играть на гитаре, но не мог найти человека, кто меня научит. Но все равно я в 16 лет научился играть. А сейчас мой друг создал свой канал «Гитара – это просто» и обучает всех желающих игре на гитаре. На этом канале вы найдете разборы известных мелодий, в том числе и таких, которыми вы сможете удивить свою девушку или друзей. Подписывайся на канал и научись играть на гитаре всего за пару дней. Ссылка в описании. 8 классных спортивных изобретений для спорта Джимвотч Немецкие разработчики создали фитнес-трекер Джимвотч, который поможет отследить качественные и количественные характеристики различных силовых упражнений. Девайс позволяет подсчитать общее количество подходов, а также силовую выносливость. Для корректной работы понадобится сам датчик Джимвотч, совместимое с ним Android-приложение и интернет. Трекер крепится к руке или ноге с помощью эластичной ленты. Выбираете упражнение, которое вы собираетесь делать, указываете объект, с помощью которого вы будете тренироваться, скажем, гантели или гири, и анимированный помощник расскажет вам, что нужно делать. Все собранные фитнес-данные оперативно поступают в приложение. В процессе тренировки вы можете использовать наушники, чтобы получать аудио-подсказки из приложения. Основной акцент в работе датчика сделан на том, чтобы уловить неправильное выполнение упражнения и исправить его, чтобы сделать тренировки максимально результативными. Разработчики обещают, что девайс проработает без дополнительной подзарядки до 30 дней. Адидас Телстар 18 Новый мяч чемпионата мира 2018 Адидас Телстар имеет белое основание с градиентными панелями черно-серого цвета. Дизайн напоминает оригинальный мяч Телстар, который впервые использовался в Мексике на чемпионате мира 1970 года. Это был тот самый классический белый мяч с черными панелями, дизайн которого символизирует мяч во всем мире. Адидас Телстар 18 является современной интерпретацией своего родителя. Все логотипы, размещенные на мяче, выкрашены в золотистый цвет. Впервые за долгие годы фирма Адидас изменила дизайн панелей на мяче, которых всего шесть. Они соединяются между собой бесшовным способом и имеют 3D-текстуры для улучшенного управления и сцепления. Кроме того, впервые в истории мяч оснастили чипом NFC, однако он нужен не для фиксации голов, а для интерактивного общения с владельцем. Если у вас есть телефон с технологией NFC, его можно поднести к Телстар 18 и получить эксклюзивную информацию о нем, узнать о новостях футбола, соревнованиях, конкурсах и многом другом. Never Lose Это устройство предназначено для решения проблемы потери лыж, с которой часто сталкиваются профессиональные лыжники. При этом оно может использоваться не только ими, но и сноубордистами, велосипедистами и другими спортсменами, которые обеспокоены сохранностью своего спортивного оборудования. Так как устройство реагирует при увеличении расстояния между лыжами и их владельцем, оно также будет полезным для людей, которые привыкли случайно забывать свое спортивное оборудование. Перед выходом на трассу Never Lose необходимо закрепить на каждой лыже. Встроенный Bluetooth-передатчик взаимодействует с приложением на смартфоне, и если соединение с лыжей теряется, гаджет начинает подавать звуковой сигнал. Кроме того, Never Lose имеет дополнительный режим безопасности. Он активируется с помощью мобильного приложения, после чего устройство начинает реагировать на движение. После этого пользователь может оставить свое спортивное оборудование и не беспокоиться, что его могут украсть. Ведь если кто-то попытается взять лыжи, устройство произведет звуковой сигнал. Цена Never Lose 151 доллар. Nike Hyper Adapt 1.0 Nike Hyper Adapt 1.0 – кроссовки с автоматической шнуровкой, разработанные дизайнером Тинкером Хэтвилдом и старшим инноватором Nike Tiffany Beers. Шнурки Nike Hyper Adapt 1.0 подтягиваются автоматически в момент касания пятки к специальному сенсору. Усилить или ослабить шнуровку позволяют две специальные кнопки, расположенные сбоку. Что касается технических параметров этих кроссовок, то они следующие. Комплектация с зарядным устройством с адаптером переменного тока, возможность работы системы до двух недель от одной подзарядки аккумулятора и функционирующая в трех цветовых режимах подсветка, отражающая таким образом состояние батареи, полная подзарядка которой занимает около трех часов. Скипер Использование скакалки Скипер сделает вашу тренировку более эффективной. В каждой ручке устройства имеется встроенный датчик, который анализирует движение в радиусе 360 градусов. В гаджете также имеется встроенный Bluetooth-передатчик, подключенный к мобильному приложению. Устройство показывает время тренировки, количество сжигаемых калорий и количество прыжков. Кроме того, встроенный голосовой помощник дает пользователю советы о том, как улучшить свое физическое состояние. А встроенную скакалку динамики можно использовать для воспроизведения музыки. RunScribe RunScribe станет полезным приобретением для профессиональных бегунов и тренеров. Он позволяет больше двигаться, быстрее улучшать свои результаты, предотвращает получение травмы и перегрузок. Гаджет прикрепляется к задней части обуви и анализирует каждое движение стопы, а также любое изменение ее положения в пространстве. В дополнение к базовой информации, такой как скорость, калории и пройденное расстояние, устройство показывает скорость пронации и супинации, расстояние между шагами, время контакта стопы с землей и даже время ее нахождения в воздухе. Создатель этого гаджета говорит, что это первое устройство, способное предоставить своему владельцу такую подробную информацию. Планк Пэт Планк Пэт – это устройство, предназначенное для новичков и помогающее сделать тренировку более увлекательной. Оно представляет собой деревянную платформу, отделанную мягким материалом, что позволяет исключить дискомфорт в области локтей. Основание платформы круглое, и ее можно наклонять в ту или другую сторону, перенося вес своего тела. Кроме того, производитель создал мобильное приложение, позволяющее сделать процесс тренировки более интересным. Сосредотачивая свое внимание на выполнении задач в игре, человек не думает о том, насколько упражнения трудные и может удерживать вес тела дольше, что заставляет мышцы работать более эффективно. Цена гаджета составляет 68 долларов. VA Gym VA Gym – это персональный комплект для спортивных тренировок. Он включает в себя три пары гантелей весом 1, 2 и 2,5 кг каждый, спортивные манжеты на липучке, эластичные ленты и канаты. VA Gym подходит для тренировки всех групп мышц, а также выполнения более 200 различных упражнений. Сам ящик может использоваться как платформа для отжиманий или степа. Устройство подходит для тех, у кого не хватает времени, чтобы пойти в спортзал, и всех тех, кто просто предпочитает заниматься физическими упражнениями дома. На этом все, друзья. Какое же изобретение понравилось вам больше всего? Напишите об этом в комментариях под видео. Друзья, ну а теперь небольшой конкурс. В этом видео я спрятал три лампочки. Если вы их найдете и напишите время в комментариях, ну когда они появляются, естественно, то я упомяну ваше имя в следующем видео. Ты настоящий друг, а не поросячий хвостик, потому что ты досмотрел это видео до конца. Также не забывай подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного интересного моего видео. И прямо сейчас я тебя попрошу еще подписаться на мой второй канал, который называется Ренат Гуглов. На нем ты тоже найдешь много всего интересного. А самое главное, я там рассказываю о том, что сейчас будоражит весь интернет. В общем, подписывайся и сам все увидишь. Следующее видео уже завтра. Не забывай. Пока.